И сегодня мы с вами продолжаем цикл проповедей. У нас сегодня будет предпоследнее служение, предпоследняя проповедь из цикла проповедей. Большие уроки от самых маленьких. В следующее воскресенье будет уже последнее, финальное проповедь из этого цикла. И сегодня мы как-то говорили про рыбок слепых, помните? Сегодня мы еще поговорим про один вид рыб, и поэтому внимание на экран. Житель мутнохватнила Мармирус. Его язык электричества. Голова заряжена положительно, хвост отрицательно. Он создает вокруг себя электрическое поле. Так и общается с себе подобными и ориентируется в окружающем мире. Сейчас мы измеряем напряжение поля этого живого аккумулятора. Средство общения, как говорится, на уровне достижений 20 века. Вот такой небольшой фрагмент про этих удивительных рыб, которые называются Мармировых рыбочки. Или еще их называют Слонорылы. Видите, у них такие маленькие хоботки. Человечество вообще гордится своим мозгом, что у нас в отношении нашего тела такой хороший мозг. Поэтому мы такие все с вами мудрые, развитые. Поэтому нам так смешно смотреть на динозаврах, у которых такой маленький мозг и такое большое тело. Но в действительности, что интересно, перед этими рыбками даже человек чувствует себя несколько так, не в своей тарелке. Потому что я интересно посмотрел по научным данным, что наш мозг примерно составляет у человека около 2% массы нашего тела и использует около 20% кислорода, которое мы используем. А вот у этих слонорылов, у этих маленьких рыбок, мозг составляет около 3% от веса всего тела. И на мозг уходит, если у нас 20% всего кислорода, который мы используем, то у этих рыбок 60% кислорода уходит на работу мозга. Поэтому в вопросе, кто самый умный, вот эти рыбки, конечно, могут с нами поспорить. Но тут все дело, конечно, в том, что хотя у них вроде бы большой мозг, но большую часть мозга занимает, как это ни странно, мозжечок. Мозжечок, который функционирует как движение, координация человека. У этих рыбок такой огромный мозжечок, что он просто там вот все под этим мозжечком у них в голове находится. И из-за того, что у них такой огромный мозжечок, эти рыбки могут плавать не только как обычные рыбки, но они могут плавать спиной, хвостом вперед, брюхом вверх могут плавать. Все рыбки могут плавать один раз брюхом вверх. Эти могут плавать часто брюхом вверх, не только как лебединая песня этих рыбок. Они могут плавать по-разному. Но что самое интересное у этих южных терапических рыбок, это то, что они вокруг себя создают электрическое поле. Но в отличие от, я думаю, вы знаете, есть такие там электрические скаты или электрические угри, которые могут как бы генерировать такой большой заряд, который достигает несколько сот вольт, для того, чтобы либо пугать своих врагов, либо убивать добычу. То есть вот электрического там ската или угрян, там такой мощный идет заряд, но он происходит иногда и только в особых случаях. Эти рыбки отличаются. У них небольшой там, небольшой заряд, там где-то 2-3 вольта, но он постоянно, они постоянно вокруг себя создают вот такое электрическое поле. И поскольку они плавают в основном в мутной воде, то создавая вокруг себя электрическое поле, этим электрическим полем они воспринимают информацию, воспринимают там, где враг, там, где еще там какое-то, может, препятствие, в зависимости от того, насколько эти объекты, которые попадают вот в их электрическое поле, насколько они пропускают вот это электричество. На основании этого они даже в мутной воде, как я сказал, они ориентируются, они чувствуют, что вокруг них находится. И самое главное, с помощью вот этого постоянного электрического поля, которое они создают вокруг себя, эти рыбки общаются друг с другом. Они что-то сообщают о себе. То есть вот этот электрический заряд, он говорит об их состоянии. И другая подобная рыбка, оказавшись рядом с ними, она чувствует, да, в каком они состоянии находятся. Или с помощью этого электрического поля вокруг себя эти рыбки говорят о территории. Если вот это моя территория, то они так и сообщают, так, уходи с моей территории. Точно так же они ищут себе пару с помощью вот этого электрического поля вокруг себя. То есть интересно, что вот даже в этом фильме сказано, что у них язык общения 20 века. Но этот научно-популярный фильм был создан в середине 20 века, поэтому там об этом и говорится. Они общаются с помощью электричества. Даже очень интересно, когда ученые поместили в воду два электрода, где было то же самое электрическое поле, как у этих рыбок, то рыбка, почувствовав это, начала атаковать эти электроды, потому что она по информации электрического поля подумала, что тут находится такой же, как она, конкурент. И она начала его атаковать, начала с этими электродами, с электродами начала воевать. И вы знаете, вот когда смотришь на этих рыбок, у которых там в голове плюс, в хвосте минус, постоянное электрическое поле происходит, сразу же, конечно же, вспоминаются самые первые главы Слова Божьего. И давайте откроем книгу «Бытие» вторую главу. «Бытие» вторую главу, где, рассказывая о создании мира, о происхождении нашей земли, человечества, говорится в девятом стихе следующее. Смотрите. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». И 16 стих. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вы знаете, очень часто, когда говорится о грехопадении человечества, в проповедях акцент делается на том, что человек скушал плодов того дерева, о котором Бог запретил ему это дерево кушать, и вот человек ослушался Бога. И это правильно. Но мы порой забываем не просто, что человек ослушался Бога и сделал то, что не должен был делать, но и то, а что именно он вкусил. В каких-то часто, там, Библии с иллюстрациями, там, в каких-то изображениях, часто изображается, что вот есть такое дерево в виде яблони, стоят Адам с Евой и кушают, и кушают вот эти яблоки. Вы знаете, это настолько в нас засело, что даже вот, когда недавно мой сын, мы с сыном читали детскую Библию, и вот он говорит, «О, папа, смотри, вот Адам с Евой скушали яблоко». Я говорю, «Сынок, почему ты считаешь, что они яблоко скушали, и Бог их за это наказал?» Он так задумался, «Не знаю, папа, ну, а что они кушали?» Я говорю, «Они не яблоко кушали». Он говорит, «Пап, ну тут яблоко нарисовано». Я говорю, «Ну, тут нарисовано, может, что угодно». Они скушали плод, который Бог им запретил кушать. И это не яблоко было, конечно, это был плод познания добра и зла. Мы знаем, познание в Библии, вот это само слово, глагол, познание, означает не просто понимание умственное, потому что мы думаем, и вдруг люди узнали добро и зло. Это не в плане узнали или поняли. Познание означает некое близкое переживание. Когда, например, Адам познал Еву и у них родились. То есть это некое слияние. То есть что произошло в жизни человека, не просто в его разуме, в его мышлении. В жизни человека произошло некое разделение. Разделение на что? На добро, на добро и на зло. И вот это добро и зло теперь живет в нас. Так произошло грехопадение. Мы из целостности, вот интересно даже само слово исцеление, это же не просто там был больной, стал здоровый. Исцеление – это обретение некой целостности. Поэтому даже вот эти греческие слова, которые означают спасение, это восстановление целостности в своей жизни. Эта целостность, она словно была разрушена в человеке. И произошло вот это раздвоение внутри. Конечно, я думаю, как это произошло конкретно, мы сможем до конца понять только на небесах. Здесь многие вещи мы, читая Библию, принимаем на веру. Ну то есть вот что-то внутри произошло, да? Что-то внутри произошло. Человек упал в грех. И из-за греха, из-за непослушания Бога, Богу, конечно же, нас прежде всего куда тянет? Тянет ко злу, тянет ко злу. Я думаю, что мы помним, да, когда изучали физику в школе, что как бы принято было конкретно, что движение тока считается от плюса к минусу. Вот это движение. Потом уже позже, когда открыли электроны, оказалось, что электроны – это отрицательные частицы. И по существу, хотя в общепринятом картине ток движется от плюса к минусу, и во всех схемах изображение частиц от плюса к минусу, но в действительности, например, в металлах, электроны, отрицательные частицы двигаются от минуса к плюсу. А вот, например, если мы с вами посмотрим электролиты, там, наоборот, положительные ионы движутся, а поскольку они положительные, то они двигаются от уже плюса к минусу. То есть в разных веществах, да, есть разное движение. И вот это можно сравнить с нашей жизнью, да. Грехопадение привело к тому, что в нашей жизни минус атакует плюс. И происходит постоянно вот этот грех, греховная плоть. Поэтому Священное Писание, показывая жизнь людей без Бога, говорит, что все согрешили, все нет праведного ни одного, все отступили от Бога. Если мы с вами посмотрим на современную картину мира, вот что происходит, то мы видим, что жизнь человечества – это жизнь, наполненная грехами. Не просто жизни отдельных людей, но жизни человечества в целом. Иногда удивляешься, думаешь, какие огромные средства государства тратят на армии, на вооружение, на создание каких-то там ракет, каких-то боеголовок, целью которых является, это просто безумие, просто чтобы там одна армия уничтожила другую армию, чтобы один народ покорил другой народ. Там, когда подсчитывали, что часто, вот, например, я читал одно исследование, что когда сейчас идет вырубка там этих тропических лесов, гибель тропических лесов, там говорится, что вот только за полгода войны в Ираке было истрачено столько миллиардов долларов, что хватило бы на то, чтобы навсегда восстановить все тропические леса, и там вот эту особую вот эту среду восстановить. Но люди часто вырубают леса совершенно странным образом относятся к недрам. Такое чувство, что, знаете, как вот говорили французский знаменитый король, после нас хоть потом, да, мы формируем благодаря вот этому какому-то странному потреблению ненужных часто вещей, которых в таком изобилии сегодня находятся, что постоянно какая-то реклама, купите, потому что куча ненужных вещей. И эти ненужные вещи, они быстро ломаются. В итоге у нас куча мусора. Мы не знаем, куда этот мусор девать. Вот прямо вот сюда же его, в эту землю и деваем. Эти свалки образуются. То есть мы видим, что это такое. Греховные люди занимаются греховной жизнью. Вот этого минуса в изобилии. И вот это движение в основном от минуса к плюсу. Когда мы смотрим новости, часто ли там движение от плюса к минусу, а, показано? И как часто там показано от минуса к плюсу. Войны какие-то, какие-то там разборки, там какие-то бунты, перевороты постоянные. Негатив, 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 негатив. Что происходит, когда мы с вами приходим к Богу? Когда мы приходим к Богу, Бог меняет нашу природу. Если у нас раньше была природа греха, природа этого мира, теперь Слово Божие говорит, мы причастники какого? Божественного естества. Да, в нашей жизни остается минус. Мы знаем, у нас есть и старые привычки, у нас есть какие-то грехи. Мы часто, мы верующие, делаем то, за что нам после стыдно с вами. Правда же? Что же тогда поменялось? А вот именно поменялось направление нашей жизни. Теперь в жизни христианина движение должно быть от плюса к минусу. И когда мы говорим вот об этом движении от плюса к минусу, конечно же, вспоминается вот эта пятая глава послания апостола Павла к Галатам, давайте откроем, где апостол настолько ярко вот это показал, вот это электрическое напряжение, можно так назвать, в жизни верующего человека, в жизни христианина, вот это напряжение, вот эти два полюса, как вот у этой рыбы, да, там с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Точно так же и в нашей жизни происходят эти два полюса, в жизни верующего. И вот Галатам 5 глава 16 стих. Я говорю, пишет Павел, поступайте по духу плюс, и вы не будете исполнять вожделение плоти, минус, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. они друг другу противятся. Вот эти два полюса нашей жизни, да, дух и плоть, плюс и минус. Разные природы, свет и тьма, добро и зло, вот эти два полюса в нашей жизни происходит. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, ибо они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное предваряют, предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так царство Божьего не наследуют. Плод же духа. И вот Павел теперь разбирает как бы центр плюса нашей жизни, наш дух, наше сердце. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И вот интересно, здесь Павел показывает, чем же Евангелие, чем же Новый Завет отличается от Ветхого Завета. Когда в жизни человека вот это постоянное движение у греховного человека от минуса к плюсу, то есть негатив, злобы, распри, вражда, ненависть, зависть, убийство, как люди могут сосуществовать друг с другом, имея такие сильные негативные вещи внутри себя. Как мы можем сосуществовать, чтобы не поубивать друг друга, не обобрать друг друга, только с помощью закона. Вот и был дан закон, там, 10 заповедей и другие заповеди, где как раз и было показано, что вот как-то урегулировать вот эти минусы нашей жизни, чтобы мы не уничтожили окончательно друг друга. Конечно же, закон, он не менял человека, он лишь регулировал взаимоотношения людей. Поэтому и пришел Иисус Христос и все отличие, вот это было основное в том, что он не просто принес там новый закон или какие-то новые неведомые нам заповеди. Он принес силу воскресения. Как сам Иисус умер и воскрес, так вот верующий в Него имеет в себе эту возрождающую силу, силу Божью, силу божественного воскресения. И чем больше в нас свобода для этой силы, силы, которая возродила наш Дух, наполнив его светом, наполнив его благодатью, наполнив его радостью, наполнив его все тем, что апостол Павел говорит, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, вот всеми этими вещами. Вы понимаете, если ты любишь своего ближнего, зачем тебе закон не убивай, если ты любишь, ты его не убьешь. Если ты любишь своего ближнего, тебе не нужна заповедь не воруй, потому что когда ты любишь, ты стремишься изнутри дать что-то человеку, а не то, что у него что-то забрать или что-то поиметь с него. Закон как внешний регулятор отношений к Евангелиям, сила воскресения это изменение нашего сердца, возрождение нашего сердца и наполнение нашего сердца благодатью нашего Господа. И поэтому в нашей жизни остается плоть. В нашей жизни порой такие возникают мысли греховные и желания греховные, но направление внутри христианина, то есть то электронное поле, если сравнивать нас с этой рыбкой, которое мы вокруг себя создаем, теперь должно быть от плюса к минусу. От плюса к минусу. Вот это направление. И по сути, то, что мы называем духовность, что такое духовность человека? Вроде такое слово, ну дух, духовность, а что же это такое? А это и есть, насколько сильна в твоей жизни, вот эта сила тока, что такое сила тока? Это чем больше этих частиц положительно заряженных, и чем больше их проходит за определенное количество времени, тем больше сила тока. Так точно так же и в нашей жизни, чем больше у нас этих плодов духа, чем они более зрелые, чем сильнее движение от плюса к минусу, тем больше сила нашего духа, или нашей духовности, больше. Люди часто не понимают этого, чем отличается евангельская весть от магии, от всяких колдунов, язычества и прочего, прочего, прочее. Колдуны, язычники, все это основано на чем? На каких-то внешних проявлениях, каких-то внешних вещах, внешних делах. Вот на чем это построено. Не столько на внутренности, сколько на внешних проявлениях. Вот этот колдун поколдовал, удачная охота. Вот этому язычному богу помолились, все в нашей жизни хорошо. То есть это особо не касается преобразования человека. Если у вас, как и у меня, может быть, вот у меня одна из любимых книжек моего детства, это была знаменитая книга в советское время, да и сейчас тоже, но в советское время многие зачитывались книга Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Помните, да, это знаменитая книжка. Я очень в детстве любил читать вот эти боги, герои, люди, взаимоотношения. Вы знаете, часто у этих богов там внутри столько всяких было гадостей, то есть там не было вот этого свет и тьма, там были взаимоотношения, и там боги за свои интересы, герои за свои интересы, люди за свои интересы, и вся разница была в силах. У богов была большая сила, там у супер богов типа Зевса вообще была огромная сила, у героев была поменьше сила, тем не менее больше, чем у людей, а люди как-то были, так и были. И вот там все было в разнице в силе, кто сильнее, кто хитрее, кто круче, кто кого обманет, кто кого проведет. Эти все боги, они только друг друга и пытались надуть, обмануть, провести, отстоять свои интересы. Так вот драгоценное, когда мы приходим к Евангелию, Библия говорит, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Он не просто самый мощный, как типа Зевса, он не просто самый сильный, самый мудрый, но Библия говорит, он наполнен светом, он наполнен жизнью, он наполнен милостью, он наполнен благодатью. И когда мы приходим к нему, и когда кровь Иисуса Христа омывает нас от грехов и возрождает нас, то вот эта благодать, эта жизнь, этот свет наполняет и возрождают нас, возрождают нас, наполняет наш дух, наполняет наше сердце. И чем ближе наши взаимоотношения с Богом, чем больше мы пребываем с Ним, чем больше мы общаемся с Ним, тем больше вот этого света находится внутри нас. И порой верующие проходят через большие испытания, через трудности, через скорби и через беды. Язычник, если человек проходит через беду, как он это оценивает? Ну, если ты проходишь через беду, значит, наверное, твой Бог как-то тебе не сильно помог в этой ситуации. Может быть, тебе другого, более сильного Бога найти, и тогда в твоей жизни не будет беды. То есть, вот все построено на внешних проявлениях, на проявлениях нашей внешней жизни. Евангелие говорит, Бог проводит нас и через беды, и долиной смертной тени, но все дело в том, как мы будем проявлять себя в совершенно разных ситуациях нашей жизни. Порой в тяжелых, порой трудных, когда есть давление, когда есть несчастье, когда есть горесть. Гористь не потому что Бога с тобой нету. У тебя проблемы не потому что Бога с тобой нету. Ты проходишь через долину смертной тени не потому что Бога с тобой нету, а потому что вот Бог проводит нас такими путями. Но важно даже во время, когда мы проходим долиной смертной тени, ощущать, что его жезл и посох, они с нами находятся. Бог идет с нами и через эти огненные печи, и через эти рвы со львами, через трудности, через неприятности и прочее, прочее. И когда сегодня, знаете, христианство часто сконцентрировано на каких-то внешних проявлениях, то мы не понимаем, что мы под видом христианства часто имеем обычное, языческое, какое-то примитивное сознание. И, вы знаете, я думал очень долго, но я хочу быть с вами честными, откровенными. Я думаю, что не один я, но некоторые из вас видели, как не так давно на телеканале «Россия» Борис Соболев выпустил три фильма, которые называются «Идущие к черту». Смотрели кто-нибудь эти «Идущие к черту»? Не видели? Вот выпустил «Идущие к черту». Я вам советую, пожалуйста, найдите, это есть в интернете, есть на ютубе, три фильма, три серии «Идущие к черту». И там, вот под этим, я думаю, верующих должен заинтересовать само название, кто там идет и кому идет, и как это получается у них. Он разбирает там колдунов, экстрасенсов, гадалок, битву экстрасенсов. Битву экстрасенсов кто-то не смотрел из вас? Поднимите руки, кто когда-нибудь видел? Ну, смотрели больше, чем Бориса Соболева. Вот, битву экстрасенсов и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Вы знаете, часто мы, христиане, думаем, что «О, эти там силы тьмы, силы дьявола, там какие-то вот эти все». Борис Соболев, он в этих фильмах показывает, он сам там около двух лет исследовал все это. И он показывает, что это не люди, соединенные там с силой дьявола и прочее. Это в основном обычные обманщики и проходимцы. Это люди, которые просто обманывают. И он показал, насколько циничные работники всяких магических салонов, всяких вот этих эзотерических, парапсихологических центров, где снимают порчи, сглазы и прочее, 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 прочее. И он показал, что это, к сожалению, обычные обманщики. Обычные обманщики, которые сидят, и их цель просто – как можно больше денег получить с людей. Они идут на обман, там есть психологические уловки, трюки всевозможные, как зацепить человека, как с него максимально выудить деньги, лучше всего. И он это все там вещи показывает. Потом он там показывает передачу «Битва экстрасенсов». Вот вы знаете, я, ну, помню, несколько лет назад мы говорили с верующими, и у нас там даже такой спор вышел. И когда я, я говорю, вы поймите, что «Битва экстрасенсов» – это обычный телевизионный театральный проект. Они говорят, нет, Виктор, там есть такие силы. Вот я говорил, да нет там никаких сил. И там, помню, со мной спорили. В этом фильме четко показано никаких там дьявольских, демонических. Ну, ложь есть, это тоже от дьявола, понятно. Но вот это вот главное, что там есть, это ложь. Все это один телевизионный проект. И там в этих программах были и редакторы первых выпусков «Битвы экстрасенсов». Я запомнил там один из редакторов, он такую вещь сказал, говорит, «Вы знаете, мы, когда, помню, собрались во время первого сезона «Битвы экстрасенсов», сам редактор рассказывает первых трех сезонов, он говорит, что кто-то из нас сказал, за эту передачу гореть нам всем в аду. Не потому, что там они вскрывают бездну, и бесы, и демоны устремляются на людей, а потому что все там от первого и до последнего кадра сплошной, сплошной обман. И интересно, вот эти редакторы такую вещь рассказывали там. Они рассказывали такую вещь, что эта передача «Битва экстрасенсов» была взята нашим телевидением с английского телевидения. Но на английском телевидении, то есть, значит, очень интересно, да? Эта передача не пошла. Там было несколько серий, и все, ушло. Это не имело интерес, ничего особенного там не было. У нас это чуть ли уже не 17 сезонов существует, эта передача. Как она существует? Этот редактор говорит, если, говорит, показывать вот то, что есть на самом деле, то эту передачу никто бы не смотрел. Потому что он говорит, я видел кучу там, сотни и сотни экстрасенсов, парапсихологов, колдунов, знахарей, гадалок приходило, говорит. Но ничего они не видели, ничего они не предсказывали, ничего они не угадывали. И поэтому, говорит, чтобы передача была смотрибельной, говорит, они договаривались, эти с разными работниками телеканала, и те им просто-напросто сливали информацию, в каком там багажнике находится человек и прочее, прочее. И то, что они угадывали, это все было постановочно. Это была постановка. Потом, говорит, если, говорит, первый, мы просто увидели, что если мы им не будем подсказывать, то передача закроется, как в Англии. Вот, тут много денег выложили, нужно было раскручиваться. Потом, говорит, уже, говорит, уже эти стала информация платной. И эти люди платили, эти центры экстрасенсорики и парапсихологии платили деньги, им сливали информацию. Потому что потом победители экстрасенсов становились знаменитыми на всю страну, у них гонорары поднимались до сотен тысяч рублей. Люди устремлялись в эти центры, чтобы решить свои проблемы, тут же реклама и прочее. Поэтому это уже платно стало. Интересно, когда там даже вот в этой передаче показывали интервью с ведущими, это какие-то актеры. Я, честно говоря, не видел эти передачи «Битвы экстрасенсов», только вот какие-то отрывки видел, эти актеры известные. Им говорили, ну вы же, вы же, ну вы же обманываете людей, это же полный обман. Они говорят, ну люди сами виноваты, что в это верят. То есть, как бы, человек всегда пытается оправдать сам себя. Но там было показано вот эти все вещи, вот про этих экстрасенсов, про эти битвы экстрасенсов. Сплошной обман, сплошное, сплошное надувательство. Но вы знаете, что очень интересно? Люди настолько, настолько любят свои иллюзии, настолько любят быть обманутыми. Знаете, как у Пушкина, да? Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Настолько хотят сами быть обманутыми, что часто, когда пытаешься открыть им глаза, люди это встречают не с благодарностью, а как? С агрессией. Да как вы смеете? Потому что люди словно хотят быть обманутыми. Конечно же, поймите, все мы влияем друг на друга. И понятно, что есть некое влияние. Например, вот если ты стоишь там, все нормально, но к тебе подошло несколько людей с плохим настроением, и ты с ними пообщался, то вольно или невольно, но настроение у тебя может измениться, правда же? Мы все влияем друг на друга. И, конечно же, есть влияние от этих экстрасенсов. Как от всех нас есть влияние. Если там тебе скажут, у тебя будет все хорошо, и ты тому сильно поверишь, эффект плацебо еще никто не отменял, понимаете? У тебя на самом деле может что-то быть лучше. Но не потому, что у них там какие-то особые силы. Нет, эта передача четко показывала. Те, кто видят там в ночи, и вы видите, насколько там эти экстрасенсы, когда Борис Соболев проводил с ними настоящие тесты, настоящие испытания, насколько эти экстрасенсы, эти колдуны, насколько они становились агрессивными. Они говорили, да вы что? Что вы делаете? Мы не можем угадать. И тогда им этот режиссер говорит, но вы же на битве экстрасенсов постоянно угадывали. Они говорят, так там было не так все. Там мы знали где. А что тут вы устраиваете? Там один так прямо и сказал, говорит, если я ничего не буду знать, у вас будет неинтересная передача. Вы должны мне заранее сказать. Тогда будет классная картинка, рейтинг передачи будет большой. Все смотреть будут эту передачу, да? Он так прямо им и говорил. То есть они там откровенно говорили о том, что это все обман, надувательство это. И часто, когда говоришь об этом людям, люди, они не хотят расставаться со своими иллюзиями. Вы знаете, есть в Америке до сих пор жив старичок уже Джеймс Рэнди. Это один из величайших американских фокусников и иллюзионистов. И помимо того, что Джеймс Рэнди проводил всевозможные вот эти сеансы, всевозможные выступления с фокусами, Джеймс Рэнди еще занимается такой деятельностью, как разоблачение разных шарлатанов и обманщиков. И Джеймс Рэнди, он даже сделал целый такой финансовый фонд, который в последние годы дорос до миллиона долларов. Мы, может быть, даже слышали, есть такой фонд Джеймса Рэнди. Миллион долларов тем, кто сможет в научных условиях продемонстрировать какие-то паранормальные экстрасенсорные способности, передвижение предметов и еще что-то такое. И что интересно, Джеймс Рэнди, он рассказывает, что за все годы, а ему уже сейчас что-то около 90, если не больше лет, этому Джеймсу Рэнди, уже такой старичок. Вот тоже очень интересные есть его лекции, вы тоже можете посмотреть. И вот этот Джеймс Рэнди рассказывает, за все годы никто этим миллионом долларов так и не воспользовался. Было много кандидатов. И он говорит, даже были некоторые люди, которым ученые установили существование каких-то способностей. Но Джеймс Рэнди говорит, поймите, ученые – это ученые, а я фокусник, я знаю, как это все устроено. И он рассказывал про некоторых парапсихологов, которые даже в Стэнфордском университете двигали предметами. Ну, потому что там приходят вот эти ученые, да? Ну, они же думают, мы ученые, сейчас установим все. И эти шарлатаны проводили этих умнейших ученых, потому что у ученых большая голова, ну, а у этих большое мошенничество. Джеймс Рэнди говорит, я вот часто приглашал этих, так называемых задокументированных парапсихологов, которым даже там где-то в Стэнфорде вроде бы удостоверили, что у них есть определенные там способности паранормальные. Но там, говорит, я делал все точно так, как я знаю, да, чтобы никаких фокусов не было. И он говорит, чудо, эти способности у людей 100% исчезали. Предметы переставали двигаться. Люди говорили, сегодня не мой день, я потерял силу. Как-то вот Марс с Венерой не туда пошли, и что-то чувствуешь, что предметы сегодня не могут двигаться. И прочее, прочее. Наверное, одно из самых знаменитых своих разоблачений было у Джеймса Рэнди в 70-е годы. Был такой, наверное, самый известный парапсихолог 20-го века, еврей-израильтянин Ури Геллер. И вот Ури Геллер, он делал то, что он смотрел на вилки, и вилки гнулись. Вот именно с Ури Геллера и пошло, когда там ложки гнутся, вилки гнутся и прочее, прочее. Его, говорит, там проверяли разными, разными, как бы научными экспериментами. Ой, это сила какая, все работало. И тогда Джеймс Рэнди сказал, когда я узнал, что Ури Геллера пригласят в одно известное, известнейшее, популярнейшее американское телешоу, ну типа нашего Урганта или еще что-то такое. И вот этот Ури Геллер пришел, говорит, я, говорит, заранее пообщался с редакторами этой передачи и сказал, вы должны сделать так, так, так и так. То есть как нужно сделать, чтобы Ури Геллер продемонстрировал свои способности вот именно четко, понятно и ясно. И когда редакторы сделали все, как им сказал Джеймс Рэнди, то у Ури Геллера не получилось ни двигать предметы, ни гнуть вилки, ни гнуть ложки, никаких удивительных способностей не произошло. Не произошло. То есть я к чему вам говорю, драгоценные? Очень важно, как Библия нас призывает, это испытывайте все. Особенно в духовном плане испытывайте. Пророчество испытывайте, да? Все испытывайте хорошего, держитесь. Проверяйте. Апостол Павел, он не оскорбился, когда люди в вере стали проверять по Писанию, точно ли это так. Сегодня часто современные служители, современные там, какие-то, а не, как это меня, как это меня проверять могут? Павел не боялся, когда его проверяли. Мы с вами должны это нормально проверять. Духовные вещи, сверхъестественные какие-то вещи, сверхъестественные проявления. Ты скажешь, Виктор, ну, ты так много говоришь нам про этих шарлатанов, колдунов. Да вся проблема драгоценная в том, что вот этот знаменитый фокусник, Джеймс Рэнди, он был тем, кто как раз изобличил, изобличил популярнейшего в 80-е годы проповедника Америки, Попов, и вот такой фильм, Попов с двумя F на конце был. Попов, это как раз был тот человек, который проводил огромные служения там, он был очень популярен в Америке, и когда собирались большие залы, он показывал на людей, говорил, откуда они, по какому адресу они живут, какой у них диагноз и прочее, прочее. Люди были в шоке, люди были потрясены, как человеку Бог так сильно показывает, да? Джеймс Рэнди смотрел на эти телевизионные проповеди и закралось у него сомнение в этих удивительных способностях этого знаменитого проповедника Попова. И он тогда взял со своим другом, пришел на одно из этих больших богослужений с аппаратурой определенной, которую они настроили на чистоту. И там они услышали, что оказалось, что жена этого Попова ему по радиосвязи в ухо передавала информацию, потому что люди, приходя, заполняли молитвенные карточки, где они писали свои адреса, свои симптомы, да? Потом некоторых там особо ярких запоминали, вот. И она передавала, и поэтому, когда он говорил, то на самом деле он слышал то, что в ухе ему говорит жена. И вот они взяли, услышали все это и сделали аудиозапись. И в конце 80-х годов он пришел, включил эту аудиозапись на одном из, опять-таки, популярнейших американских шоу, и все услышали переговоры жены этого проповедника с проповедником во время этого богослужения. Тогда был в христианском мире большой скандал, в то время, и служение этого Попова закрылось, обанкротилось в конце 80-х годов. Его изобличили как шарлатана. Но знаете, что любопытно? В 2000-х годах Попов вернулся в служение. Конечно, теперь он не делает то, что он делал раньше, поэтому у него и масштаб служения не тот, и объемы служения не такие. Но он продолжает там ходить и исцелять там, и все, и все делать. Вы знаете, я вот когда смотрю на все это, я думаю, Господи, ну, с одной стороны, с вами драгоценные, мы верим Господу. Мы люди верующие, правильно же? Но с другой стороны, Бог нам дал и веру, Бог нам дал и разум. Все испытывайте хорошее. Держитесь. Испытывайте пророчество. Проверяйте. Вы знаете, драгоценные, с одной стороны, мы не призваны судить людей или критиковать людей. С другой стороны, мы должны с вами быть мудрыми, кто влияет на нашу жизнь, кто является авторитетом в нашей духовной жизни. Примерно год назад у меня была такая проповедь, которая в интернете наделала немало. Как-то шума, она одна из самых просматриваемых, казалось, моих проповедей. Вот, к сожалению, почему-то именно такие темы, они больше всего привлекают людей. И эта проповедь была, называлась, может быть, вы помните, «Христианские колдуны». Помните, да? Где я рассказывал об этих вещах в христианской жизни. Мы верим в силу Божью. Мы верим в исцеление. Конечно же, мы верим. Но при этом, вы знаете, когда люди пытаются там показывать какие-то силы духовные, важно знать, что стоит за этим. И там я привел несколько примеров того, как были изобличены не только попов, но многие проповедники были изобличены. Были изобличены многие-многие исцеления. Вы знаете, что интересно? Я обратил внимание, как вот огромное количество людей агрессивно отнеслись к Джеймсу Рэнди, говорили, куда ты лезешь, зачем? Человек им показал правду. Вместо этого он получил море агрессии. Точно так же, я вам скажу, я помню, когда год назад мы эту проповедь выложили в интернет, такой море агрессии в свой адрес, я не помню, когда я переживал, люди говорили, да ты что, ты не веришь в силу Божью, ты не веришь в исцеление, ты не веришь, что Бог великий и всемогущий. Я верю, что Бог великий и всемогущий. Я верю, что у Бога сверхъестественная сила. Я верю в исцеление. Но я вам скажу честно, и это правда, я 27 лет служу пастором. За эти годы я был на разных служениях, на разных конференциях. Я слышал известных, знаменитых проповедников, которые в том числе были известны, как те, из которых проявлялась сверхъестественная сила в исцелении. И я вам скажу честно, я нигде и я никогда не встречал то, что мы называем конвейера исцелений. Когда через какого-то человека сплошные исцеления, исцеления. Каждый раз, когда я видел таких людей, у которых была слава, конвейер исцеления, знамения, чудеса. Почему-то, когда я там был, ничего такого не происходило. Ничего такого не случалось. Да, телевизионные картинки красивые и эффектные. Да, передачи сделаны профессионально и грамотно. Но как сделаны передачи? Битва экстрасенсов. Так что, не зная, очень легко поверить. Правда же, драгоценные? Вы поймите, телевидение и картинки, они могут так все показать, так все продемонстрировать, что ну вот смотришь и душ, ну как вот, вот вижу своими глазами. А это на самом деле манипуляции. Я верю в исцеляющую силу Божью, но я знаю, что Бог не даст своей славы никому. Как только мы вдруг чувствуем и себя, о, я канал для Божьей славы, пророчества исцеления через меня идут. Вы знаете, вот люди так устроены, что тут же ток начинает идти от минуса к плюсу. И ты смотришь, амбиции, гордость, самовлюбленность, высокомерие, тут же начинают проявляться. Как один певец спел, «Наше дыхание свято, мы движемся всех любя, но дай нам немного силы, Господи, мы все подомнем под себя». Часто мы проявления силы Божьей легко приписываем на свой, вот, себе самому. Может быть, поэтому Бог часто нам и не дает то, чего мы хотим. И поэтому я вам драгоценно и говорю, что когда мы собираемся, мы молимся за исцеление, но важно понимать, нет никаких там каких-то особых людей, важно, да, у всех свое призвание, но мы уповаем на Бога, Он источник исцеления. Нет у людей источников исцеления, нет у людей источников чудес. Он источник чудес, Он источник исцеления. Тебе не нужны никакие особые люди, тебе не нужны никакие особые пророки и особые проповедники, тебе нужен Он. Слава Богу за проповедников, слава Богу за пророков, слава Богу за людей, которые служат в дарах Духа Святого. Но современное христианство, которое гонится за особыми людьми, напоминает мне этих безумных, которые верят в битвы экстрасенсов, а потом начинается разоблачение, а потом начинается раскрытие, и верующие говорят, как же так, как же так, как же так. И часто ненавидят тех, кто пытается сказать правду, потому что, ну, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. У меня даже, знаете, было, вот я вам честно расскажу, вот такая ситуация, вот, когда, я помню, я как-то открыл эту проповедь, христианские колдуны, ну, и смотрел комментарии, там куча комментариев было. И что удивительно, люди, которые были обозлены на меня, они, вот, верующие, они чуть ли не матом ко мне обращались. Я думаю, вау, какие же вы духовные ребята, как же сила Христа работает в вашей жизни, как же вы ревнуете за правду, что чуть ли не матом готовы посылать. Но там, знаете, было одно сообщение, я помню, даже специально с Дианой на эту тему разговаривал. Мы общались на эту тему с Дианой. И там одна женщина писала мне, вот, я читал ее, знаете, честно вам скажу, я вот задумался об этом, задумался об этом. Вот она, она такую, это верующая, видно, она была с Украины, какая-то женщина. И она описала свою ситуацию. А я писал ситуацию, вот она, у нее тяжелая ситуация, она одна с детьми, у нее нет работы, у нее нет жилье, она перебирается временно, тоже работа как-то временно. У нее ужасающие финансовые жилищные условия, у нее проблемы со здоровьем, у нее не слушаются дети. И она там, на Украине где-то была, в разных церквах, на разных служениях, за нее молились. Там кто-то бесов возгонял, кто-то еще что-то. Но ничего в ее жизни не меняется. А я вот в этой проповеди затронул одного африканского служителя. Я показал, что то, что он пророчествует, это часто пальцем в небо, это не сбывается. Так вот, эта женщина, она живет одной мечтой. Она говорит, Виктор, я вот так вас уважаю, так люблю ваши проповеди. Она говорит, ну зачем вы об этом говорили? Вот она писала свою ситуацию, а потом написала мне такую вещь. Она говорит, Виктор, знаешь, вот я всю жизнь сейчас собираю деньги. И она вот живет этой мечтой. Она соберет деньги, поедет туда в Африку, к этому великому служителю. Он за нее помолится, проклятие все разобьет, и в ее жизни наступит счастье. И тут появляется какой-то проповедник из Екатеринбурга, который говорит, что этот великий проповедник из Африки, да он не такой уж и великий, как это может показаться. И я, получаясь, ворую ее последнюю надежду. Понимаете, да? Я ворую ее последнюю надежду. И я тогда, прочитав это, я тогда пришел к Диане, к своей супруге, и говорю, Диан, вот я даже не знаю, как поступить. Стоит ли мне делать такие вещи или нет? Вот она живет себе счастливо с этой надеждой своей. А я тут появляюсь и ворую ее последнюю надежду, говоря, что там еще непонятно. Может быть, не стоит так делать. Пускай она живет. Я сам обманываться рад. Пускай она живет этими мечтами. Пускай она собирает деньги и мечтает поехать туда. Может быть, не стоит ничего этого говорить. И мы помним, у нас тогда было, помнишь, Диана, да? У нас тогда с тобой было большое общение, и мы думали, да? И потом, я помню, после этого я читал Евангелие, как раз я вот дошел до шестой главы Евангелия Тиана, где, помните, Иисус говорил о том, что верующие будут есть его плоть и пить его кровь. Помните, да? Чтобы иметь часть с ним. И там написано, что после этого большинство учеников, практически все, кроме двенадцати, оставили и не ходили с ним, потому что говорили, какие странные слова, кто может это слышать? Я вот посмотрел, что Иисус Христос не боялся терять часть людей, но он всегда стоял на стороне правды и стоял на стороне истины. Так вот, драгоценное, часто, когда мы бегаем за каких-то людей со сверхъестественными проявлениями, сверхъестественными действиями, мы сами того не понимаем, что мы не того ищем, потому что это в действительности не называется духовностью. И вот посмотрите, Матфея, 7 глава, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне…» Это Иисус сказал. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». И здесь Иисус показал, что духовность совершенно не тождественна сверхъестественным проявлением, как, к сожалению, думает немалое количество верующих, немалое количество христиан. Духовность, прежде всего, связана с чем? С нашей жизнью. Насколько в нашей жизни вот идет это движение от плюса к минусу? Насколько мы в нашей жизни наполнены радостью, миром, любовью, воздержанием, терпением, кротостью? Насколько это и в нашей жизни идет, и насколько мало вот то, что называет Павел делом плоти? Вот это и есть духовность. И более того, вы знаете, когда у тебя вот это формируется, твое, скажем так, электрическое духовное поле вокруг себя, ты начинаешь взаимодействовать с другими людьми, с другими верующими, с другими служителями. И вот эти рыбки египетские, они словно ощущают своим электрическим полем другие объекты, другие предметы, других рыбок они это ощущают. И вот чем больше в твоей жизни вот этого реального потока духа, то происходит что-то, что ты словно, знаете, ты начинаешь эти вещи ощущать. Я помню, у меня было немало таких примеров в моей жизни, да, когда я оказывался с людьми, у которых было там слава, там исцеление и прочее, прочее, находился вместе с ними, и я думал, да, это известнейшие люди, они очень авторитетные, очень много всего, но почему-то при этом ощущения были какие-то непонятные, какие-то странные ощущения, словно вот картинка говорила одно, вот эти вот электрические заряды, они говорили словно как бы совершенно другие вещи. И потом, когда выходили какие-то разоблачения или еще что-то, для меня это не было удивлением, потому что вот на уровне взаимодействия вот что-то переживал вот в своей жизни. Поэтому драгоценные, Слово Божье нас направляет, наполняйтесь духом, приносите плод духа. Как? Через единение с Господом. В этом и есть вот этот мощный поток духовной жизни. От плюса к минусу. Преобразуйтесь этим. Иисус показывает, будет немало людей, которые скажут, вот мы там исцеляли, бесов изгоняли. Иисус скажет, я никогда не знал вас. Как не знал? Мы твоим именем это делали. Мы твоим именем все это совершали. На что Иисус отвечает, отойдите от меня, делающие беззаконие. Мы часто делаем большие акценты на проявлениях, на силах. И вот есть примеры какие-то. Милые мои, эти примеры совершенно не примеры. Мы ничего не знаем об этих людях. Часто то, что вскрывается, настолько печально. Я не к тому говорю, чтобы мы ко всему относились критически, а к тому говорю, что в центре нашей жизни должен быть только одна личность. Это личность Иисуса Христоса. Люди могут разочаровать. Люди вот по-разному, по-разному бывает. Вот с одной стороны, вы знаете, вот когда ко мне после собрания подходят там и благодарят, мне, конечно же, очень приятно. Когда люди говорят, фильтр, там каждая твоя проповедь, как откровение. Бог через тебя говорит. Мне, с одной стороны, очень приятно. С другой стороны, у меня тут же возникает некая какая-то озабоченность. Потому что, вы поймите, Бог может меня использовать. И Бог может через меня говорить. Но при этом у меня остается минус какой-то. И вы можете настолько создать образ вашего пастора таким особенным. И потом, например, ты вдруг увидишь пастора в плохом настроении. Я вам признаюсь, у меня бывает плохое настроение. Ты скажешь, как так? Вы посмотрите, вот посмотри на соседа. С той и с другой стороны. Ну как с вами может быть все время хорошее настроение, скажи? Как? Да, бывает плохое настроение. У меня бывают какие-то вещи. Бывают какие-то вот... Я даже признаюсь, у меня бывают шутки неудачные. Иногда даже во время проповеди. Потому что тот, кто шутит, не всегда шутит 100% хорошо. И люди думают, когда ты приходишь, каждая проповедь, вау, вау. Бог говорит через нашего пастора. Приходишь на очередное собрание, пастор пошутил неудачно. Ты такой сидишь. Это что? Где Бог? Конечно, Бог живет в нас. Но иногда минус проявляет себя. И бывает слово неудачное. Шутка неудачная. Настроение невеселое. Бывает. Бывает. Более того, иногда даже рискую растерять верующих в церкви. Я иногда даже решения принимаю такие, о которых потом жалею. Бывает мне даже такое. Честно скажу. Бывает. Я человек. Скажешь, если ты такой, что ты на сцену залез тут? Нам тут нужно другие тогда. Поймите. Вот, когда выходят на сцену другие, они покажут. Бог через них. Как в этих сказках. Одним крылом махнет. Озера и реки другим, белые лебеди вылетают. И есть эти, знаете, телевизионные картинки. И ты смотришь такой, Господи, батюшки мои. Это пропаганда. Шарлатаны находят вот это и начинают показывать, чтобы соблазнить нас. Заметьте, помните в конце Иванга, как в Матфея, Иисус говорит, чем в основном дьявола будет привлекать? Чудеса незнаметными. Вот эти проявления. Почему? Да люди так сильно на это падки. И поскольку мы знаем, что Бог тоже действует, и в том числе сверхъестественно действует, мы склонны думать, есть ли сверхъестественные дела, значит, точно в этом Бог. А в этом может быть просто обычное мошенничество. Как сегодня огромное количество людей после этих передач, они говорят, а мы думали, а мы не знали, а мы смотрели битвы экстрасенсов, а мы... А это оказались обычные фокусники. Почему выгоднее быть экстрасенсом, чем фокусником? А? Почему? Ну ты же можешь фокусы показывать. Люди будут приходить. Чем страшнее. Еще какие варианты есть? А? Конечно. Моя жена живет со мной все время, и она знает ответы правильные все время. Потому что, ну, сколько ты заплатишь за сеанс фокусника? Ну, на выступление иллюзиониста. Тысячу заплатишь? Ну, три. Ну, пять. Ну, если придет Дэвид Копперфильд, может быть, там и больше. Десять тысяч заплатишь. Ну, если будет билет там, приезжает фокусник, сто тысяч рублей. Ну, кто пойдет фокусы смотреть? А чтобы снять приворот, чтобы вернуть мужа, люди сотни тысяч рублей выкладывают. вы понимаете? Теперь, почему выгоднее быть не просто проповедником, а проповедником-целителем и прочим, и прочим. Почему? Люди будут давать деньги намного больше, чтобы получить решение в своей жизни. Тот же самый принцип. Поэтому, к сожалению, некоторые идут на подлог. И этого, к сожалению, множество в христианском мире. Поэтому постоянно какие-то взрываются разоблачения про того, про другого, сколько только в прошлом году было изобличено известнейших христианских проповедников. Наших с вами церквей за границей. Сколько? Немало. Почему это происходит? Почему идут на этот подлог? Люди хотят этого. Люди хотят этого. И поэтому часто, знаешь, вот, ну, хочешь и получаешь. Хочешь и получаешь. Я верю, драгоценные, что там, где Господь, там свет. А там, где свет, там нет тьмы. Там правда и истина. Я верю, что поклоняться Богу нужно в Духе. Точка. Нет. И в истине. Огромное количество людей хотят в Духе. Потому что в это можно что хочешь вместить. А когда доходит речь до правды, нет, зачем это копать? Нет, ну зачем это? Милые мои, Бог правды не боится. Я помню еще на заре своей христианской юности, когда был молодым пастором. У меня был один разговор, очень такой напряженный, с одним известным евангелистом, который рассказывал, я был на этом собрании, а потом осмотрел репортаж, где все было настолько приукрашено, настолько приувеличено, что там столько людей стелилось, столько людей приняло Христа. А этого я там был, в реальности не было. Мне было очень тяжело, я помню, я с ним общался, с этим проповедником, так получилось, у нас был совместный ужин, и я спросил его с уважением, говорю, а почему? Вот я был на этом собрании, а потом видел телевизионную картинку, там все было несколько не так. На что? Мне было сказано такие слова, я на всю жизнь запомнил, были сказаны такие слова. Понимаешь, Виктор говорит, вот может быть, все было не совсем так, но когда верующие видят, вот сколько исцелений, покаяний, это настолько их вдохновляет, что сила Божья в их жизни действует сильнее. Я этому проповеднику ничего не сказал, он был намного более опытный, зрелый и известный, чем я в то время особенно, конечно же, но я внутренне не согласился с ним. Я не верю, что сила Божья действует через ложь. Я не верю в это древнее правило, иезуитское, да, что цель оправдывает средства. Я верю, что к Божьим целям ведут Божьи пути. Я верю, что к свету ведет светлый путь и светлая дорога. Я не говорю, что я идеальный. Я не говорю, что в моей жизни после покаяния не бывают вещей, за которых мне нужно было каяться и просить у Бога прощения. Я лишь говорю о том, что вот это движение от плюса к минусу, вот от света, вот это движение духа должно постоянно быть в нас, чтобы этих плодов, вот этих положительно заряженных частиц было больше и больше, потому что, если ты не будешь заниматься своим духом, своей духовной жизнью, своим сердцем, то дела плоти начнут преобладать, и в твоей жизни может начаться совершенно другое, обратное служение от минуса к плюсу. И это ужасно, когда под видом христианства, под видом христианского служения, под видом христианской проповеди замаскировано движение от минуса к плюсу. Почему? Да потому что люди, когда узнают об этом, часто они не просто разочаровываются в каком-то проповеднике, они в Боге разочаровываются. Мы должны понимать, что мы с вами являемся Его представителями. Мы можем говорить, да, там, Бог, но люди смотрят на нас. И поэтому Иисус, помните, говорил, чтобы люди, видя ваши добрые дела, что делали? Прославляли Отца вашего Небесного. Насколько люди видят в тебе характер Иисуса Христа? Насколько люди видят в тебе любовь? Насколько они видят любовь в твоей семье, в твоем доме, в твоих взаимоотношениях с детьми, с родными? Насколько они видят любовь, прощение, терпение на наших домашних группах, во время нашего общения, когда мы после собрания общаемся, там где-то сидим, в кафе, кофе пьем, общаемся. Насколько в наших словах, не только на собрании, на собрании мы все хорошие, на собрании мы все благословенные, особенно, когда Бог коснется нас, мы настолько, бывает, расчувствуемся, нам так хорошо, мы поклоняемся Ему, и такие все чудесные, расчудесные. Но часто, понимаете, это как Саул, который оказывался, помните, в сонме пророков, и тоже, все говорили, и Саул во пророках, такой духовный, а потом, когда Саул оказывался один, там другой дух начинал проявляться в нем, помните же, да, агрессия и злоба. Точно так же драгоценные, вы понимаете, вот многие люди говорят, что, Виктор, когда мы приходим сюда, в церковь, вот что-то происходит, настроение может измениться, так было плохо, смотришь, надежда появляется, было тяжело, хорошо становится. Почему? Да потому что Дух Святой работает здесь. Он работает. Это не просто тут я на сцене, или еще кто-то, мы созидаем вот это вот, говоря словами фильма, электрическое поле такое, от плюса к минусу. Мы, как эти рыбки, мы взаимодействуем друг с другом, и Бог начинает действовать. Почему? Вы знаете, Слово Божье, оно говорит, не оставляйте собрания своего. Это огромное благословение, что у нас есть прямая трансляция. Это огромное благословение, что во время трансляции и в дальнейшем, когда мы показываем проповеди уже там в интернете, количество просмотров намного превышает количество людей, сидящих в этом зале. Это здорово, это благословение, но в то же самое время никогда онлайн-трансляция не сможет заменить живого взаимодействия друг с другом. Понимаете? Что-то происходит, когда мы с вами соприкасаемся друг с друг с другом, а не просто каждый сидит в своих квартирах и смотрит онлайн-трансляцию. Это как раз, что сегодня столько людей, хотя у нас так холодно, а сегодня. Это здорово. Вы знаете, я помню, вот прославление было, и Диана, и с ней пела Светлана Дружинина. Вы знаете, я помню, когда муж Светланы, Сергей, уже заболев онкологическим заболеванием, когда вот он лежал, и когда я приезжал к нему, вот знаете, вот когда вот это состояние человека, когда вот ты был активным, энергичным, ходил, ездил, был востребован, и вдруг ты оказываешься в своем доме, и ты оказываешься лежать большую часть времени лежа на кровати. И вот он лежал, и уже даже в последние дни говорить ему было трудно. Я помню, я приезжал к нему, и вот интересно, чем ближе был вот тот день, когда он должен был уйти с этой земли, тем больше он говорил о том, что он мечтает. А он, вы знаете, вот он же всю жизнь был певцом, он был заслуженным артистом нашей страны. Человек привык к сцене, к цветам, привык к выступлениям. Но интересно, что вот в эти последние периоды своей жизни он мечтал не о сцене, и не о том, чтобы снова петь, и там была аудитория. А он говорит, он мне говорит, Виктор говорит, я вот мечтаю, чтобы мы все, он говорит, вот мои друзья, верующие наши друзья, мои родные, вот мама моя из Челябинска, мы могли собраться все вместе и устроить большой праздник, большой пир. Вот он об этом мечтал. Вы знаете, что интересно, когда у нас дела, мы востребованы, там дела, там дела, там дела. Люди нас утомляют. А когда нам плохо, когда нам тяжело, я сам замечаю, вот бывает, что-то вечером лежишь, взгрустнется как-то. Или какие-нибудь проблемы, кто-нибудь расстроит тебя. У вас бывает так? Меня некоторые так сильно расстраивают. И вот они тебя расстроят, и ты вот лежишь так. И вы знаете, вот в эти минуты, когда тебе тяжело, когда тебе плохо, ты начинаешь думать о самом главном. И тебе знаете, что хочется? Тебе хочется собраться вот со своими близкими, дорогими людьми. Вот зачем? Я даже не знаю, там за руки взяться, помолиться всем вместе, просто сесть вместе, чай попить, что-нибудь такое. Но тебе хочется окружить себя близкими, дорогими людьми и соединиться с ними. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Когда у тебя в жизни дела, там хорошо все прет, успех, да, это не надо. Тебе хорошо все, те люди там отвлекают только от славы твоей. А когда тебе трудно, когда тебе тяжело, тебе хочется быть, соприкоснуться с близкими и дорогими людьми. Потому что ты чувствуешь в этом важность. И поэтому очень часто люди, когда они понимают, что не так много осталось на этой земле, у них главное желание не слава, не успех, не деньги, тем более. Главное желание соединиться с близкими и дорогими людьми. Что-то есть в этом. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Не случайно апостол сказал, не оставляйте собрание своего. Когда мы приходим сюда, что-то происходит, когда мы соприкасаемся друг с другом, когда мы берем друг друга за руки, что-то происходит. Многие люди чувствуют это движение. Может быть, в твоей жизни там сумятица, может быть, в твоей жизни проблемы, может быть, в твоей жизни этот минус, он начинает атаковать твою жизнь. Грех влечет тебя к себе. И ты приходишь и соединяешься с детьми божьими, с верующими, с братьями и сестрами. И что-то происходит внутри. Причем, мы даже часто, знаете, это не можем выразить словами. Что-то происходит. Поэтому Бог заповедовал в седьмой день, помните, день отдыха, не просто шесть дней работы, седьмой лежи на диване, отдыхай. Бог сказал, что седьмой день это особый день. Это не просто день отдыха, это день духовности особенной, когда ты проверяешь свое сердце, не осуетился ли ты. И этот день, Бог говорит, священного собрания вашего, когда верующие собираются все вместе и вместе поклоняются Господу в духе и в истине. Вы знаете, драгоценное, для меня всегда, вроде бы я думаю, столько лет, каждое воскресенье за братьями и сестрами, но каждый раз, когда я еду сюда, я знаю, что это что-то особенное будет. И тут дело даже не только там, какое будет прославление или какая будет проповедь. Это, конечно, классно. Я люблю славить Бога, я люблю разбирать Слово Божье. Но что, происходит необъяснимое. Проповедь можно услышать онлайн, большие прославления можно посмотреть онлайн, но здесь, когда мы собираемся все вместе, я потому и люблю, когда мы не просто молимся, мы можем и дома молиться, но мы молимся, когда мы держим друг друга за руки, мы ощущаем себя единым телом, телом Иисуса Христа. И удивительная милость, удивительная благодать проходит через нас. Милые мои, скажите, неужели, чтобы понять важность этого обязательно, чтобы тебе было плохо? А? Неужели нужно заболеть какой-нибудь неизлечимой болезнью, чтобы осознать важность этого? Может быть, нам нужно осознать это сейчас, здесь находясь? Насколько это удивительно. Не случайно часто, когда у людей все хорошо, там поперло все в делах, все, у них нет времени на собрании. Им некогда. А даже когда и свободный день, так устал пастор, почему я был на собрании в воскресенье, так устал за неделю. Не могу, пастор, отдохнул, смотрел по телевизору онлайн-трансляцию. Но как только у человека начинают в жизни сложности быть, как только что-то плохо, как только у тебя бизнес или проблемы, вот тут побежал, смотришь на каждом собрании, Аллилуйя, Иисус Господь стоит здесь, Господа до слез любит. И скажи мне, как после всего этого давать тебе в жизни только хорошее? Церковь упустеет сразу. Поэтому драгоценной в нашей жизни всегда будет полюс-минус. Понимаете? Он будет. Есть такие люди, которым кажется, что они одни из одного большого плюса состоят. Библия говорит, что из одного большого плюса только Иисус Христос был. Он родился сверхъестественным образом, и в нем не было никакого греха. Но у нас с тобой не так. У нас есть этот полюс минуса. Но то, что нас с вами должно отличать, это не то, что мы идеальны. Нет, мы не такие. Совершенны. Нет. Это постоянное движение от плюса к минусу. Когда в разных ситуациях, когда ты проходишь долиной смертной тени, когда ты проходишь через трудности, когда ты проходишь через скорби, или когда через скорби проходит твой ближний, ты вдруг внутри себя ощущаешь Бог с тобой во все дни до скончания века. В том числе в горестные дни, в том числе в тяжелые дни, в том числе трудные дни. самое главное, чтобы в это непростое время, вот это движение, чтобы любви хватало. Скажешь, у меня не хватает, есть источник любви. Чтобы радость была. У меня нет радости. Есть источник радости. Чтобы мир был. Ой, пасу, у меня столько мыслей. Ну, мир превыше ума, Библия говорит. Где же его взять? Есть источник мира. Он князь мира. Одно из имен Иисуса Христа. Дьявол написан князь мира сего. Чем отличается? Это у нас мир и мир. Мир Иисус мира в плане покоя, понимаете? В этом отношении. Поэтому Исаия называет его князь мира, мира Божьего, мира сердца, которое мы приходим к источнику и мы чувствуем поток пошел. Вот этот поток, когда любовь побеждает ненависть, когда мир побеждает беспокойство, когда радость побеждает плохое настроение, когда терпение побеждает недостатки других людей вокруг. Это и есть то, что называется в Библии духовность. Дальше Бог может давать какие-то дары. Слава Богу, мы радуемся за это, но не дарами мы идем на небеса. Поэтому там и говорится, Иисус сказал, будут те, которые будут пытаться благодаря своим дарам. Мы то делали, мы изгоняли бесов, еще, еще. Отойдите от меня. Не дарами, по плодам их, сказал Иисус, узнаете их. Насколько в твоей жизни много... Я отлично понимаю, послушайте, что большинство христианского мира всегда бегало и будет бегать за дарами, за проявлениями, за чудесами. в одном месте разоблачили, бегут в другое. Так было и так будет. Питер Попов был разоблачен, через несколько времени опять начинает служение и опять люди... Так происходит. Но я говорю сейчас про нас с вами. Насколько в нашей жизни, насколько в нашем сердце будет вот это духовное движение, от минуса, от плюса к минусу, от цвета. Насколько мы будем в себе воплощать этот свет в своем характере, в своих делах, в своих поступках. Или мы просто будем зрителями битвы экстрасенсов, но только за Христа, которые воюют. это нам решать. Это решать каждому из нас. Мы живем в мире лжи, в мире обмана. Но в этом мире лжи и обмана мы с вами должны быть. Церковь это столб и утверждение что? Истины. Если мы с вами будем лукавыми, какая надежда у этого мира? Если мы с вами будем за Бога сражаться дьявольскими методами, разве это будет за Бога? Нет. Мы должны поклоняться Ему в духе и в истине. И тогда Его свет будет наполнять нас. Дух Божий реально будет наполнять наши души и наши сердца. Говорить об этом не так вдохновляюще, как, знаешь, какие-то там чудеса делать, потому что ты понимаешь, это работа. Это не то, что вот так произошло, вот так вот туууу, и все после очередной особой проповеди пастора вышли из церкви духовными. Так не происходит. Проповедь – это лишь еще одно направление, вдохновление от плюса к минусу. Но насколько ты будешь воплощать это в своей личной жизни, зависит от тебя самого. Насколько это будет в твоей жизни. Потому что ты пойдешь туда, и ты столкнешься с недоброжелательством. Ты столкнешься со злой, с агрессией. Насколько ты не поддашься этим минусам, а будешь... Помните, написано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Если мы будем уподобляться этому миру, он злой, и мы злые. Там процветает обман, и мы будем обманывать. Но не только для дьявола, а мы для Иисуса обманываем. На самом деле, между нами и миром не будет никакой разницы. Я знаю, что говорить правду – это часто вызывать негодование в свой адрес даже от тех, кто считает себя верующим. Потому что Иисус Христос, придя на эту землю, не к атеистам пришел. Там были верующие люди. И именно Его слова вызывали чье негодование? Верующих людей. Которые не хотели это слышать. Не хотели это воспринимать. Но остановило ли Иисуса это от проповеди правды? Нет. Точно так же и в нашей жизни. Хотя Библия говорит, что в последние дни люди будут выбирать себе учителей, которые льстили бы чему? Слуху. Но тем не менее, все равно наша проповедь должна не слуху льстить, а что? Провозглашать Божью правду и Божью истину. Через это проходят все проповедники. Через это проходят все верующие. В своей личной жизни. Каждый из нас. Поэтому все испытывайте. Хорошего держитесь. Давайте сейчас закроем глаза и склоним голову. Мы сегодня о многом говорили и о битве экстрасенсов, и о разных колдунах, и фокусниках, и обманщиках. Но я хочу, чтобы в конце ты сейчас подумал не о них, а подумал о себе, о своей жизни. О своей жизни. Насколько в твоей жизни вот этот поток есть? От плюса к минусу. Насколько в твоей жизни Дух побеждает плоть? Насколько в твоей жизни происходит этот рост, когда плод Духа увеличивается, а дел плоти все меньше и меньше. Это и есть духовность на основании Евангелия. Насколько много вот в тебе вот этой духовности, насколько много в тебе этого духовного плода внутри тебя, в твоем сердце. Если ты к этому стремишься, значит, нам по пути. Я тоже к этому стремлюсь. Мы не идеальные люди, ни ты, ни я. И у нас есть в жизни то, за что нам стыдно. И проявляется порой то, что, может быть, мы не хотели бы видеть. Но несовершенство и не идеальность делает нас христианами. Христианство – это и есть движение, рост. Поэтому вот в самом слове совершенство лежит вот слово свершение. Мы постоянно совершенствуемся. вот это и есть движение, когда духом уменьшляем дела плотские. Духом в нашей жизни. Если, может быть, кто-то на прошлой неделе переживал то, за что вам сейчас, может быть, стыдно или неудобно. Это хорошо, что вам стыдно. Это и есть духовный показатель, что мы хотим больше воплощать в своей жизни Христа. И нам стыдно за те проявления нашей жизни, в которых не Христос виден, а плоть. И мы хотим, чтобы вот этих духовных проявлений, духовных плодов, духовных граней, о которых пишет Павел, было все больше и больше. и они проявлялись в нашей жизни. Если мы в чем-то повели себя недостойно на прошлой неделе, так важно, чтобы мы на следующее поступили совершенно иначе. Научившись, даже из негативных вещей нашей жизни, мы могли эти минусы обратить в плюсы в дальнейшем, чтобы было больше и больше вот этих положительно заряженных частиц внутри нас. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за церковь, которая является столпом и утверждением истины. Я благодарю Тебя за то, что духовность это не иллюзия, в которой мы должны жить. Это не иллюзия, которой мы должны верить. Это не иллюзия, которой мы должны быть обмануты. Духовность это характер Христа внутри нас. Это проявление Бога в нашем сердце, в наших делах, в наших словах, в наших поступках, в наших мыслях. Это движение света Божьего света Божьего внутри нас. Этих положительных частиц, которые преобразуют нас, наши мысли, наш характер, меняют нас, Господь, делая нас подобными нашему Господу Иисусу Христу. И я молю, Боже, помоги. Я молю, Бог, чтобы люди не просто меня слышали, они тебя услышали. Я молю, мой Бог, чтобы не злились на меня, когда я говорю это. Я молю, мой Бог, за тех, кто будет смотреть эту проповедь онлайн, чтобы также не обижались, не злились. Ты знаешь, Боже, я не хочу никого обидеть, оскорбить. Я не хочу никого поносить. Я просто хочу, чтобы мы были во свете. Я хочу, Бог, чтобы мы были служителями правды. Я просто хочу, чтобы мы стояли в истине, как стоял Янгус, как стояли многие люди веры. Честно, искренне, признавая свои недостатки, признавая свои минусы, но не смиряясь с ними, а стремясь все эти минусы обратить в плюсы, стремясь, чтобы Дух побеждал плоть. И мы, возрожденные Духом, по Духу и поступали, по Духу и жили во имя Иисуса Христа. Я молю, мой Бог, чтобы церковь это был не театр и не место обмана, чтобы сцена это была не место для фокусников иллюзионистов, чтобы церковь это было место честности, чтобы церковь это было место, где мы настоящие, Господь, где мы не пытаемся что-то представить из себя и быть теми, кем не являемся, чтобы церковь была местом честности, где мы, когда нужно, каемся, где мы преобразуемся, где мы меняемся. Ты нам нужен, Боже. Без Тебя не можем ничего, потому что Ты – источник всего доброго, всего чистого, всего светлого. Наполняй нас этим. Наполняй, Господь. Чтобы вокруг нас было благословенное поле, поле Духа. И чтобы так мы могли ощущать друг друга, чувствовать близких людей, которые движутся в том же направлении, тоже стремятся к свету. Чтобы через это у нас проявлялось развлечение. Мы могли видеть авантюристов, могли видеть обманщиков, могли видеть те, кто пытаются воспользоваться нашим доверием, чтобы обмануть нас. Я молю, мой Бог, Ты хранишь простодушных. Твое Слово так говорит. Да, Боже, мы хотим быть простыми перед Твоим лицом. Простыми, как голуби, но при этом мудрыми, как змеи. Мудрыми. Потому что Господь помогает нам, даруя нам виденье, видеть обман, видеть неправду и не бояться отойти от обмана, как бы популярен этот обман не был. Уйти от неправды, как бы выгодно ни казалось, быть в этой неправде. Но мы знаем, мой Бог, Ты есть свет, и всякое даяние благое, всякий дар совершенно нисходит от Тебя. Мы хотим быть в Твоей благости. Наполни нас и преобразуй, Господь. Спасибо Тебе, мой Бог. Возьми за руку ближнего, дайте помолимся за то, что мы не одни, но рядом с нами наши братья и сестры, с которыми мы идем вместе, с которыми мы составляем единое тело. Спасибо Тебе за наших братьев и сестер, спасибо за церковь, спасибо Тебе за возможность в седьмой день собираться всем вместе на святом собрании. Я молю, мой Бог, чтобы дьявол не обманул нас, и мы не оставили собрание своего, но мы были, Боже, чтобы никакая усталость, никакая озабоченность не увели нас от собрания со святыми Божьими, чтобы мы, Господь, в седьмой день приходили в церковь и были вместе. И вместе, Господь, едиными устами славили Тебя, поклонялись в духе и в истине, соприкасались друг с другом, одобряя, утешая, исправляя, обличая друг друга. Мы нужны друг другу, Господи. Мы не идеальны, но мы движемся к свету. Мы не идеальны, Господь, но мы, возрожденные силой Божьей, стремимся преобразовываться в славный образ нашего Господа Иисуса Христа. Чтобы Он воплощался и во всей церкви, и в каждом из нас лично. Чтобы Иисус Христос воплощался в наших семьях и в наших домашних группах. Чтобы Иисус Христос отображался и в наших родителях, и в наших детях. Мы хотим, Бог, чтобы Твой славный образ, светлый образ был виден в нас. Я молю, мой Бог, чтобы мы в своей жизни не создавали идолов и кумиров. Чтобы в нашей жизни был Ты. Ты, Иисус, наш пример. за Тобой мы призваны следовать. Твой характер мы призваны воплощать в себе. И мы хотим, когда однажды встанем перед вратами Твоего Царства, мы хотим услышать слова «Добрый и верный раб, в малом Ты был верен, войди в радость Господина своего». Мы хотим быть верными в этих малых вещах. Не обманщиками, не авантюристами, не теми, кто наживаются друг на друге, не теми, кто пытается впечатлить друг друга, о теми, кто верный в малом, верный в том небольшом, что Ты доверил нам, чтобы однажды войти в большое. Я молю, мой Бог, чтобы наша Церковь была местом любви, местом, где мы действительно не просто на собрании, но реально держим руку ближнего, реально оказываем поддержку друг другу, где реально ощущается тепло от соприкосновения друг с другом, где реально можно пережить Христа через взаимоотношения друг с другом. Невозможно любить Тебя, не любя брата. Я молю, мой Бог, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы проявляли божественную любовь, любовь к Тебе через взаимоотношения друг с другом, Господь. И таким образом совершенствовались, таким образом возрастали, таким образом духовно становились зрелыми, и чтобы этот постоянный поток был, когда больше и больше плюсов в нашей жизни, больше и больше положительных частиц, которые проходят, побеждая негатив, побеждая делоплоти, побеждая всякую тьму. И настоящая духовность созидает в нашей жизни духовную чувствительность. Так мы начинаем ощущать, чувствовать, понимать, общаться друг с другом, даже без слов. Я молю, мой Бог, чтобы мы были живыми, настоящими, жаждущими и стремящимися к свету. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok